Модельное представление о строении двойного слоя на границе электрод-раствор развивались в течение длительного времени. Первая работа относится к 1853 году, когда Гельмгольц для описания границы между электродом и раствором предложил модель плоского конденсатора. Согласно теории Гельмгольца, к слою зарядов на металле жестко притянуты ионы противоположного знака. Так что двойной слой представляет собой своеобразный плоский конденсатор с очень малым расстоянием между его обкладками, порядка диаметра воды, которое называют эффективным радиусом. Падение потенциала в этом случае линейно. Для плоского конденсатора соотношение между разностью потенциалов на обкладках и зарядом описывается уравнением. Емкость конденсатора равна В случае с двойным слоем расстояние между обкладками равно эффективному радиусу иона. Таким образом, теория Гельмгольца предсказывала правильные по порядку величины емкости двойного слоя, объясняя форму электрокапиллярных кривых, но не могла объяснить зависимости емкости и пограничного натяжения от концентрации электролита и температуры.